Всем добрый день, здравствуйте! Я продолжаю свои прогулки по Москве. Это второе видео моей прогулки вот сюда. Мы здесь были вот в галерее память. Это особняк телешовок. И дальше мне посоветовали постучать вот в соседнюю дверь. И я постучала. Я приглашаю вас с собой. Пойдёмте. А вот в этом, вот в этом, здесь за этой дверью, здесь можно посетить выставку кирпичей с клеймами. Вот мне тоже сейчас вот мужчина, там Михаил, он... Это его галерея, он собирает, он как бы, да, хозяин. И вот он мне посоветовала сюда зайти. Я читала про эти кирпичи, но я не думала, что это за этой дверью. Давайте пойдём посмотрим. Так. Атамин здесь настоящий, да, остался? Портреты, ручки. Ну, телешовы живут тоже в этом здании, да? В этом здании. А? Это уже 4 или 5 жилых комнат. Интересно. Вот за той дверью живут представители семьи телешовых потомки. в стиле комнаты занимает. Скажу, я не поняла, что это такое, а спросить я не смогла, потому что девушка была занята, но это, понимаете, какая-то комната для переговоров. Я не поняла, почему как будка телефонная. Ну, вот так вот. Вот так вот. очень стрипят полы очень старая плитка метлахская плитка здесь на полу а вот и кирпичи смотрите видели когда-нибудь столько кирпичей с климами в одном месте вот мой кирпич сейчас я почитаю это как найти кирпич наверное кирпич нестандартного размера инженерная глиновидная кирпича 930-х годов в каналах встречается кирпич нестандартного размера кирпичи произведенные нам на не московских заводов найдены в Москве каменный желопот из лапта реки не длинный кирпич был уложен во время реконструкции электро 1886 года кирпич с пустой рамкой начала 20 века многие подземные сооружения построены из таких керамическая водосточная труба с клеймом здесь видите кирпичи на стеллаже клеймо завода горячего завода гд это клеймо теряева немчинов япунчикова клеймо че мост силикат пимва миловановый клеймо гусарёв кучина рахманов милованова йодина клеймо так одним из первых масштабных подземных для технических сооружений в Москве можно считать матищинский водопровод здесь повелось с 1779 по 1804 годов проектов и дрейхом пауэра матищах создали ключевые пассивные для сбора грунтовых вод собраны в матищинских ключах вода самотеком шла в город по кирпичной галерее длиной 19 вверх сбоя 20 километров излишки выпускались самотечный канал река недлинная стены галерей сложены с прямой кирпичей от момента средства водопровода были сооружены первые подземные участки русла недлинные раствор на стенах этих участках они похожи на кирпичи матищинского водопровода здесь фрагмент старого русла реки на прудной старый коллектор реки рыбинки здесь кирпичи челноков в 19 веке появилась первая сметализованная канализация вот это все то что здесь на фото я сейчас так сниму посмотрите интересно остановить потом просто картинку вот я вам это все уже показала не хочу просто вас загружать но это потрясающе вообще потрясающе линии кирпич самый древний искусственный строительный материал изначально кирпичи производили без обжига применяя их в виде сырца до конца 18 века техника производства была тяжелой трудоемкой в 19 веке стали применять простейшие механизмы приводящиеся в движение силы лошади во второй половине 19 века появились типичные леточные прессы различные обрабатывающие машины бельюные вяльцы возникли первые заводы с искусственной сушкой с рыцаркой ему ставилось деревянным штампом на мягкой не успевшей затвердить линии первое из обнаруженных воспитателей мы относятся к 1640-ым годам они лишены семантического содержания клеем 18-19 веков обладали рядом общих свойств они имели незначительные размеры поэтому ставились на тычок в 1812 году клеем заключалась в рамку которая являлась следом границ печатного торца в период 1812-1870-х годы появилась вторая внутренняя рамка которая как и буквы вырезалась на лицевой рабочей поверхности содержание клеема одного и того же кирпичного завода могло меняться до конца 18 века подземное строительство в Москве не было шагу распространено но кирпич применялся без статистику подвалов зданий этажа натуральных водопроводов подземных ходов в течение 19 века проводились модернизация водопровода была убрана под землю крайне длинные в пределах земляного города а также сооружались коллекторы для других рек в центре Москвы в конце 19 века появилась первая централизованная канализация в 20 веке подземных коммуникаций продолжилось строительство еще в больших масштабах до революции 17 года были построены вторая очередь канализации дроблевский добровод также были подземные все малорейки в центре города лени и здесь было очень темно другое Смотрите, какая плитка Убалдеть, смотрите, здесь прямо печка. Печка, настоящая, настоящая печка. Представляете, хитровка и печь, которой пользовались в то время. По-моему, омывальник тоже с тех же лет. Обалдеть. Смотрите. Вы про эту печь туда говорили? Про эту печку говорили? Да, мы поставили. Да, там у него стилет. Стилет. Для красоты. Чего ты там нашлишь? Иди сюда. Это раковина и обогревательный радиатор, тоже 19 века, с клеймами. Почему-то вот везде сохранилась именно метлакская плитка. Она, видимо, такая была. Да, 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 да. Цвет у меня сохранился. Да, цвет вообще, она как будто... Здесь еще интересно, что вы мне объясняли, что это вот. На стенке и пол свинь, как я вот, карнизки сделаны. Сейчас так уже не делают, для того, чтобы пыли не ставлю вас легко. Угу. Угу. Тоже такие свои пособия. Ну, как-то на стенах это похуже сохранилось. Плитка. На стенах было забито все. Во всяком случае, 80-е, 90-е забито. А, здесь уже были, наверное, коммуналки, да, были, как всегда? Все-таки все было, и поэтому здесь пока требуют спустя минуту. А делать мы без разрешения еще не будем, поэтому какая-то разрешение. Ну да, пока все не развалится. Нет, ну вот окна начали менять, меняли пять окон. Здесь окончик, кстати, отреставрировали, только следы привезли. Идем назад, получается. Здесь отреставрировали полностью свои окна. Вы поняли, да, что здесь метлахская плитка, вот эти своды, эти известные потом метлахская плитка на стенах, и на полу, окна. Все это было сохранено. Но это, это что-то. Ой. Ой. Это крыльтухом, смотрите. Вот там, за дверью, до сих пор живут, живут потомки телешовах. Такой зал. Здесь двери, ручки, все оригинальное. Все так и было. Вот и все на сегодня. Всем огромнейшее спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Я надеюсь, вам было интересно. Я желаю вам всем всего самого доброго, здоровья, счастья, благополучия, новогоднего настроения и, конечно же, здоровья. Самое главное, здоровья. До свидания. Пока-пока. Я жду вас на своем канале. До встречи.